ребята всем плавенный привет с вами снова рыбалка для души сегодня пятница 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 и снова рыбалка что мы делаем мы с вами не вязали бомбарды то есть как ловить там какие проводки еще более-менее как-то я показывал но это был не урок а просто как бы уделился немножечко опытом сегодня мы с вами свяжем монтаж что нужно для бомбарды вот и также я расскажу для новичков я уже в этом деле не новичок поднабрался немножко опыта и сегодня вот поехал немножко под прикупил вот и что-то мне ребята подарили огромное спасибо очень приятный подарок я очень давно хотел эту катушку но все у меня вот тут дороговато было вот ребята мне подарили короче купила сегодня палочку ребята для бомбарды палочка у нас давайте поближе покажу палочка у нас длина 265 тест у нее тест с 6-25 грамм вес ее 100 там чем-то грамм ну вес уже не суть собственно я ребят я так летел домой блин так хотел я снять этот обзор то что я приобрел честно хотел похвастаться вот взял я вот такую я же говорю палку палка обалденная на карбоновая вот как бы я никак не рекламирую там эту фирму не знаю вот обычно я обзоры снимаю тогда когда уже на нее половил стоит она ребята 2000 рублей вот такая вот замечательная палка она состоит из карбона полностью вот и она очень легкая вес палки сейчас я вам скажу где он этот веста ты где-то есть короче не знаю не вижу я вы для это самое вес и палки вот так и перейдем следующему вот такой ребятки мне катушечку сегодня подогнали мои кенты вот такой вот дайвы лт 2005 по 2005 2500 из новой серии вот так вот она выглядит ребят вот ну как она будет отрабатывать мы с вами посмотрим на водоеме взял я под нее леску вот леску я взял обычную 0 вторую 7 килограмм то есть цена ее 229 рублей вот нашем магазине в котором я постоянно закупаюсь черная такая хорошая леска вот ею я пользовался уже но на другой катушке как я выбирал леску сюда то есть здесь на шпуле есть маркировка лески то есть вы выбираете какой диаметр и здесь пишется какой диаметр и сколько лески сюда влезает или нитки какого диаметра то есть чтобы у вас не было ее много и ее не было же мало вот ну я ребят не удержался купил себе вот такие перчаточки еще дайвовские короче я теперь с понтами короче вот короче в чем прикол сейчас расскажу для начинающих бомбардистов да которые хотят научиться ловить на бомбарду не спешите друзья мои покупать дорогие палки дорогие катушки это вам ничего не надо купите дешевую там я не знаю возьмите свой спиннинг там если вы ну рыбак у вас по любому там будет спиннинг там щучий какой нибудь вот возьмите этот спиннинг возьмите вы блин ту же там обычную катушку которая у вас есть там на фидере может стоит где-то там двушка там два с половиной вот возьмите ее соберите монтаж вот который мы сейчас с вами соберем да он классический как бы этим монтажом пользуются все но начинающие рыбаки не знают о том как правильно сделать бомбу сделать бомбарду сделать монтаж связать тому подобное то есть мы сейчас с вами свяжем это все вот и все то есть не надо покупать дорогие какие-то да я вот сейчас взял уже блин более такую интересную палочку я говорю ребята мне подарили хорошую катушку вот и будем мы теперь я буду кайфовать почему я не советую покупать сразу дорогие вещи вот почему потому что вы купите ну как у меня вот допустим со спиннингом вот я тоже мне спиннинг мне подарили тоже ультралайт я не покупал я взял поехал купил себе плетенку поставил туда плетню все сделал там ну блесенки у меня были вот ну и что вы думаете что я хочу сказать я закинул раза три наверно четыре этот спиннинг вот после после чего мне этот спиннинг надоел и все ребята и он у меня лежит я им практически не пользуюсь и к чему я веду то есть вы купите дорогие какие-то вещи отдадите уйму денег вы покидаете там пару тройку раз а вам это не понравится и зачем переводить такие деньги вот это вот самый такой блин грандиозный такой блин вопрос поэтому для новичков я бы советовал купить какие-то более дешевые снасти да и опять же если рыбак как бы вы рыбалите да у вас по-любому там будет та же катушка тот же спиннинг на ту же щуку вот поэтому как бы не надо покупать сразу дорогое потому что вам может просто не понравится вот потому что я сижу допустим на пасту мне интересно там на поплавочку половить на донку половить вот поэтому как бы ребят ну я бы не советовал вот ну на этом то собственно все да и чем служит бомбарда бомбарда это что это блин как лифт то есть чтобы доставить вашу приманку в нужную точку нужное место да соответственно блесной вы спиннингом форелевой там блесенка или чайбиком вы спиннингом так дотуда не достанете так это вы достанете бомбарды бомбарды вы достанете везде просто почему на некоторых водоемах позапретили бомбарды потому что водоем маленький и спиннингистами постоянно мешаются намотали мы с вами леску все это дело приготовили вот немножко отмотаем чем берем дальше берем мы с вами флюрокарбон вот ну поводок я делаю вот так на распахнутые руки то есть ну примерно где-то около полутора метров вот на вот так вот сделали все парень флюр вот такой купил пробовал прошлую рыбалку он отрабатывает но я все снимаю то что чем пользуюсь и что отрабатывает что не отрабатывает вы у меня не найдете ну вот и как есть у меня еще один интересный монтаж для поплавочной удочки но этот монтаж мы с вами я его протестю а потом сниму обзор в чем мы делаем берем мы с нами с вами основную леску одеваем сюда стопорок вот дальше чем берем сделает бомбарду я для этой палки беру хочу попробовать тонущую одна палка у меня есть вот там стоит у меня это плавающая бомбарда а сюда я хочу поставить тонущую бомбарду чтобы были проводки ближе у дна или в пол воды все одели вы берем с вами вертлюжочки вот такие я использую они тут сразу идут застежками вот карабинчик от застежки отцепляем вот этот карабинчик который мы отцепили он нам тоже пригодится взяли мы с вами вертлюжочек взяли вертлюжочек бомбарда еще ребят возникает такой вопрос многие ребята говорят что тут на водоеме рыбаки многие говорят иван а почему ты не ставишь снизу стопорок да потому что может быть такое что перебьет узел то есть вот мы всем сейчас мы вяжем вертлюжок продеваем два раза в колечко все продели получилась у вас вот такая вот петелька основную леску берем петельку держим вдруг в двумя пальчиками а третьим пальцем берем просто и раз пять шесть семь обворачиваем вокруг основной лески и потом просто продеваем в это колечко все продели смочили и затянули объясняю почему я не ставлю стопорок для чего вот она бьется она вам перетрёт да ничего она вам не перетрёт для чего вот стоит вот этот стопорок стопорок фиксирует фиксирует бомбарда чтобы она не уходила на глубину вот и соответственно здесь трение так тереться ей не обо что и биться тоже не обо что я считаю что это блин ну лишнее что не нужно берем наш полтора метровый поводок и и привязываем его к нашему вертлюжку то же самое как бы узлы если кто-то не умеет узлы вязать вы напишите я сделаю обзор соберу несколько там тройку узлов и сделаю обзор на эти узлы вот но поскольку многие умеют вязать и никто в комментариях не пишет и никто ничего не говорит значит вязать умею вот поэтому если вдруг я же говорю кому-то надо будет я сделаю без проблем все завязали согнали наш стопорок вот она наша бомбарда вот он у нас вертлюжок кто-то говорит что у меня говорит путается тройной кто-то поставил тройной вертлюжок вот здесь достаточно одинарного не надо сюда вешать тройные если вертлюжок не бракованный ничего у вас никакая леска закручиваться не будет если у вас закручивается значит у вас просто бракованный какой-нибудь вертлюжок дальше я использовал всегда использовал дунаевские крючки последнюю рыбалку у меня дунаевские крючки разогнулись вот я взял купил овнер в магазине опять на кантиме вот у товарища у своего и приобрел вот такие вот крючки которые ставятся ребята на маленькие блесна то есть четверочка почему я их взял потому что здесь большое ушко здесь большое ушко здесь вам не составит труда прицепить карабин вот и так же вы можете отцепить этот крючок тоже то же самое без труда вот берем мы с вами леску и привязываем с вами наш карабин который мы сняли с вертлюжка для того чтобы можно было отцепить и прицепить без труда не надо ничего рвать не надо ничего резать на на клев это никак не влияет что там вяжут на прямую леску без вот этих вот карабинов у меня честно это не влияет клюет нормально не хуже чем у тех у кого здесь просто привязано вот так что опять смочили все откусили приготовили вот он у вас полтора метровый флюр ваша бомбарда ваш вертлюжок берете просто крючок одеваете да и за еще один такой немаловажный момент крючок у вас видите как играет он у вас болтается то есть соответственно когда вы будете делать проводку и у вас будет резина она у вас больше был лучше будет колебаться а теперь ребята еще один такой момент купил я там же всего укололся вот купил я там же сегодня за 200 рублей привезли монтажи форелевые вот ну снимать сейчас так примерно посмотрим ну давайте вот так написано ручная работа вот такие вот интересные там монтажи я их еще даже не разматывал и разматывать не буду если они действительно работают то в следующем видеоролике сейчас я поеду в пятницу сейчас я поеду на рыбалку и опять же поеду я на рыбалку куда поеду в каньон вот если они у меня отработают сегодня мы я в следующем видео сниму про них обзор с чего они состоят как они сделаны и конечно же где их купить то есть чтобы не мучиться не вязать если они действительно будут у нас работать вот потому что я снимаю только то что у нас работает Всем ни хвоста, ни чешуи, ребята. Увидимся на водоеме. Всем пока.